Друзья, всем привет! Это канал Мистер Кэт, меня зовут Сагиров Иван, и сегодня мы рассмотрим чёрные книги более подробно, плюс секрет, который ты не знал. Начинаем с книги под названием, давайте вот с этой, Филамент и Филигрань. Её вы можете получить в локации под названием... вот, Курган Кольбьёрн в ходе квеста Раскопки. Обалдельный квест! Но вам понадобятся денюжки, друзья. Давайте более подробно всё сейчас рассмотрим. Тайные знания Хермеуса Моры! Они уникальны. Это жуткое место. То, что мне нравится, друзья, это то, что тут лут постоянно, постоянно обновляется. Если вы даже зачистили, всё пособирали, вы проходите сюда, и тут опять дофига книг, дофига камней душ. Вау! Ну что ж, и вот наша легендарная книга. Так, начнём. Вот. Секрет защиты. Отлично подойдёт для воина. Секрет защиты. Вы получаете половину урона в течение 30 секунд. За один раз вы можете получить только одну способность в этой книге. Ребят, вы понимаете? В половину меньше урона. Давайте подумаем. У нас есть раса Орк, у которого есть специальная способность, которую тоже можно использовать раз в день. В половину урона он получает и плюс наносит на 50% больше дамага. А представьте, вы юзаете перк этого Орка и используете эту способность. Сколько тогда получаете? 15% урона? Ха-ха-ха. Обалденно! Следующая способность это Секрет Волшебства. Заклинания не расходуют магию в течение 30 секунд. Я играл за мага, я её взял, и это было просто незаменимо. Вы также можете качаться с помощью этой магии. Ну это классно, друзья. Обновили день и 30 секунд на халяву. Кайф, 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 кайф. Для мага просто незаменимая. И последнее это Секрет Силы. Секрет Силы работает точно так, как для мага. Секрет Силы. Силовые атаки не расходуют запас сил в течение 30 секунд. То есть 30 секунд вы можете наносить самые мощные сокрушительные силовые удары. И все будут просто распадаться, друзья. Просто распадаться. Вау! Вау, вау, вау! Ребята, получите эту книгу, получите. Я советую, не знаю, если вы начинаете играть с Кариб, сразу отправляйтесь на остров и берите её. Будет нелегко, но это будет очень круто. Отправляемся к следующей книге. Следующая книга называется, друзья, называется она, которую мы сейчас рассмотрим, Нерассказанные легенды. Где её можно получить? Её вы можете получить в локации под названием Бенконгерик. В самом-самом конце. Вы её не пропустите. Обалденная книга, которую вы тоже должны получить сразу. Сразу! Оно просто уникально. Ну что ж, открываем её. Нерассказанные легенды. Вау! Ну помните, на первом уровне вы её никак, никак не получите. Я вам отвечаю. Я пытался. Ну что ж, и давайте рассмотрим уникальные способности. Блин! Первое, это знание Барда. Вот. Знание Барда. Вызывает призрачный барабан. Который играет для вас. Ускоряя регенерацию запас сил. И ваших союзников, находящихся поблизости. То есть, для воинов. Для воинов банды. Это просто вау! Давайте её сейчас юзнём. И даже потестируем. Знание Барда. Наши таланты. Вот она. Отходим. Я когда-то в каком-то видео показывал. Самое прикольное, что мы убегаем, а этот барабанчик за нами следует. Правда, сейчас какая-то задержка, но он реально за нами следует. И преследует. Хотя сейчас гад не хочет. Что ж ты меня так подводишь в видео, а? Но, ребята, регенерация. Регенерация здоровья. Господи, какого здоровья. Сила у нас повышенная. Вы посмотрите. Вы только посмотрите. Если мы сделаем ещё вещи. Вау! Атака будет ещё нифига себе какой. А плюс, если сделать ещё супчик. А? Ну, вы поняли. Который регенерирует здоровье. Господи, как долго я искал этот лук. Парей. Ха-ха-ха! Давайте рассмотрим следующий. Следующий это Тайный Слуга. Тайный Слуга. Вызывает Дремора Лакея. Который переносит ваши вещи. Некоторые ребята говорят, что это обалденный перк. Обалденный. Ну, я его не часто использую. Так что это, знаете, уже на любителя. На любителя, да. Так. Где? Где-де-де-де-де-де? Тайный Слуга. Вот такой вот. О, смотрите. Мой новый хозяин. Мой новый. Смолько удовольствия. То есть, вы в него можете сложить весь вас ваш лут. Мне опять придётся носить кружки и тарелки. И он ещё говорит прикольненькие фразы. Отправиться к какому-то торговцу. Который... О, смотри. Скупляет краденое. И неплохо так наживится. И следующий. Следующий, который... Как по мне. Самый эффективный. И самый крутой. У меня даже было видео по этому. Это чёрный рынок. Вызывает Дремора... Дремору торговца. С которым можно торговать, ребят. О, в моих прохождениях я его постоянно, постоянно брал. Итак, мы снова встретились. Да, в зависимости от уровня у него будут появляться разные вещи. На высоких уровнях у него будут доедрические вещи. Они постоянно будут рандомные. Так что со временем можно без проблем себе купить отличный лут. Плюс вы собираете и продаёте. Таким образом вы одновременно качаете. Качаете себе красноречие. Да, 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 да. Мой друг Ванька вообще рассказывал. Я столько накачал себе, что просто у него легендарная, по-моему, четвёртая или пятая была красноречие. Ну и плюс, если вы прокачаете ветки торговля. Продавать можно всем краденое. То вы ему можете также продавать ещё и краденое. Это вообще шикарно. Шикарно. Ну, ладненько. До новых встреч, пока не призовёшь меня опять. Так что, друзья, конечно, на первом уровне вы её не получите. Но первые 10 уровней вы обязаны, обязаны эту книгу получить. Едем дальше. Следующая книга, друзья, называется... Называется она... Ветры перемен. Её вы можете получить в ходе квеста Последний спуск. Курган Блацкал. Но он начинается не здесь. Он начинается в Вороньей скале в шахте. Ну, многие, наверное, поняли, да? Давайте рассмотрим способности этой книги. Ветры перемен. Поехали! Интересно, это чёрные книги можно вообще прочитать? Вот видите, она открывается, одна страничка. Интересно, там одна страничка или там их много? Хм... Если кто-то знает за эту инфу, напишите мне, пожалуйста. Потому что я как-то сейчас такой задумался. Хм... Ну что ж, и тут у нас три способности. Ох, какая-то высокая. Интуиция любовника. Интуиция любовника вы наносите на 10% больше урона, если сражаетесь и получаете цены на 10% выгоднее или торгуете с лицами противоположного пола. Понимаете, есть даже в Скайриме стандартная перка в каком-то квесте. Напомните мне, пожалуйста, где вы точно так же получаете на 10% выгоднее цены у противоположного пола, а вместе с этим перком у вас получается, что у вас будет противоположного пола плюс 20%. И это, между прочим, нифига себе. Нифига себе, друзья. Интуиция соратника. Один из, я не знаю, для меня, самых крутых перков. Ваши удары, крики и разрушительные заклинания в бою не наносят вреда спутникам. Это лучший перк, который, наверное, есть именно в этой книге. Но для меня, потому что я постоянно, постоянно, знаете, ты играешь. Ты играешь час, не сохраняйся. И, блин, случайно задеваешь или даже убиваешь своего напарника и потом... Это так бомбит. Но на некоторой магии это не работает. Но большинство ударов не наносят, вообще не наносят урона. И это обалденно. Обалденно. И интуиция ученого. Для некоторых, между прочим, это нифига себе. Чтение книг, поднимающие навыки, дает вам дополнительно очко навыков. То есть, если мы сразу начнем проходить остров, возьмем эту книгу, этот перк, то все книги, которые мы находим в Скайриме, добавлять сразу по два перка. По два. Это тоже так нифига себе. Между прочим, книг очень много. Очень много. И, в общем, за все прохождение, я даже не знаю, они прокачивают, ну, наверное, каждого навыка перков, наверное, по 20. А так получается по 40. Обалденно. Но если кто-то знает более точную цифру, то напишите. Мне будет очень интересно узнать. Очень. Так что, честно говоря, тут уже можно задуматься. Если ты играешь сам, то интуиция соратника вообще не нужна. Если ты хочешь побыстрее прокачаться, то интуиция ученого, это вообще отлично зайдет. Ну, интуиция любовника, это если ты хочешь больше наносить дамага противоположного пола. Потому что с тем другим перком, это уже плюс 20. О-фи-геть, друзья. Просто офигеть. Обалденно. Вау. Погнали дальше. Уникальная книга, которая просто изменила принцип РПГ. И я не знаю. Именно, наверное, эта книга заставляет игроков играть, играть и еще раз играть в Скайрим. Друзья, хочу вам представить книгу, которую мы получаем в конце прохождения главного квеста. Драгонборн. Да-да-да-да-да. Это пробуждающие сны. Все получали. Все получали, кто проходил этот квест и это просто сломало систему. Ну, лично, мне кажется, сломало систему в лучшую сторону. Потому что теперь, теперь нам не обязательно начинать каждый раз новую игру. Такого не было нигде. В Моровинде не было такого. В Обливине тоже. То есть, если ты играешь в Обливине, то ты должен там именно конкретно или магом идти, или воином, или вором. Здесь же. Здесь же, если, ну, чуть-чуть тебе надоело, ты просто прибежал сюда и сбросил. Сбросил любой навык. Потом позже уже добавилось, что можно достать. Ну, понимаете, когда вы прокачиваетесь, достать довольно сложно. А тут вы можете сбросить когда угодно. И забрать те очки, которые у вас уже есть, и перекинуть на тот навык, который вы именно сейчас прокачиваете. Потом опять надоели, захотели за мага. Переключились. Так что, друзья, реально, эта способность, эта черная книга просто поменяла, поменяла. Конечно, найдутся те игроки, которые крайне недовольны этим. В крайне. Потому что они думают, что, ну, это как-то упрощает, да? Потому что истинный герой должен быть только одного класса. Ну, я считаю, что Скайрим пошел чуть-чуть выше, чуть-чуть дальше. И ребята реально красавчики, что добавили это знание. Вау! Просто вау! Просто аплодисменты! Кто б что ни говорил, Скайрим до сих пор продается. Нифига себе как продается! Он продается даже больше, чем Ведьмак. Хотя вышел намного позже. Ведьмак тоже нормальная игра. Я ничего не имею против. Но я в ней не играю. Отправляемся дальше. Под названием, под названием Скрытый Сомрак. Ее вы можете получить, ее вы можете получить в Тельмитрине. В ходе квеста в Нилота. Он со временем вам отдаст ключик. Вы зайдете в комнату, и там будет эта книга. Давайте ее рассмотрим более подробно. Такая вот интересная, очень интересная книга. Тут, как всегда, у нас три способности и... Ага, там у нас враги. Я понял. Милость море. Полностью, полностью восстанавливает запас здоровья, магию и запас сил. Это знаете, это как я раньше играл. Вот повышается уровень, и ты специально в драке его не тратишь, не поднимаешь. Потому что знаешь, если у тебя остается мало здоровья, мало магии, мало силы, и ты резко поднимаешь уровень, то это все восстанавливается. Это, я не знаю, эта способность может реально спасти тебе жизнь. Когда у тебя все уже на пределах хилки закончились. Последний удар ты юзаешь и выживаешь. Ты можешь или убежать, или нанести сокрушительный удар. О да. Дальше у нас Хватка Моры. Хватка Моры. Я, честно говоря, ее не использовал, но замораживает цель наполовину. На побудье между Обливиум и Тамриелем? Ого! На 30 секунд. Придавая ей иммунитет ко всякому урону. Хм. Ну, это очень круто. Подождите. Иммунитет к урону? А она может дамажить. Это интересно. Давайте ее использовать. Хватка Моры. Таланты. Вот у нас тут есть отличный противник. Сейчас язнем. Язнем, 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 язнем. Привет. Ух, тут их два. Оооо! И мы сражаемся? Вау! И мы просто-напросто сражаемся с другим. Вы поняли? На! Малыш. У него тоже такая длинная щупальца. На! Ой-ой-ой. Вау! Вау! Добивание шикарно. Со всеми этими щупальцами. Вот такой вот перк, друзья. Окей, и последний. Последняя способность это Агония Моры. Призывает извивающую щупальцу, которая отравляет противников. Ооо! Давайте также использовать таланты. Агония Моры. То есть, когда у нас противники... Во! Я не знаю, такое ощущение, как будто мы рыгнули. Ха-ха-ха! Ну, то есть, мы сюда юзнули и здесь деремся. Он дерется, наверное, станется. И также его постоянно отравляет. Ха! Это как посох, знаете? Как посох Мирака действует. Хм-ха-ха! Классно! Классно, классно! Но тут уже нужно выбирать. Вы знаете, их все. Дело за вами. Что вы выберете? Ребят, сейчас я вам расскажу за одну книгу, которая должна быть у каждого. Которая обладает уникальными свойствами. И в ней есть тот самый секрет. Вы ее можете найти. Вы эту книгу можете найти в Кургане Белого Хребта. И называется она. Называется она Болезненный Регент. Обалденная книга! Она просто незаменимая для всех. Для всех. На ранних этапах. На поздних этапах. И здесь есть тайны, ребят. Это тот самый секрет, который я вам обещал. Те, кто смотрели мое видео и мое прохождение о нем знают. Но некоторые не догадываются. Ну что ж. Первая способность это искать силы. Все боевые навыки на 10% более эффективны. Более эффективны. То есть весь урон, который завойна, вся защита, которая завойна на 10% больнее бьет. То есть вы стреляете из лука уже на 10% сильнее. А если у вас прокачан неплохо лук, то это уже, уже нифига себе какой бонус. Также на броню. На броню плюс 10 классу защиты. Вау! Это еще не все. Также, друзья, если вы улучшаете вашу броню, это эффективнее на 10%. Круто? Я думаю, круто. Если использовать все зелья. Плюс этот перк. Можно неплохо так прокачаться. Легендарные вещи у вас будут просто на ранних этапах. Другой перк. Это искатель тени. Это все для вора. Все, все для вора. Уникальная модификация, которая добавляет и к алхимии. Если вы делаете зелье, оно на 10% мощнее. Вы скрыты на 10% сильнее. Ваши попытки что-то украсть на 10% улучшаются. То есть это все для вора. То, что они пишут, ну да, более эффективно. Но они пишут более подробно. И секретное, это искатель волшебства. Искатель волшебства. На заклинания расходуют на 10% меньше магии. Казалось бы, да? Подумаешь на 10%. Раз этот бонус. Я лучше возьму тот или тот. Но, друзья. Тут просто невероятная фишка. Скрывается. Если вы берете этот перк. То она работает точно так, как сет Азидала. Которая добавляет плюсы к 10 к зачарованию. Да, 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 да. Вместе с этим перком вы можете зачаровывать предметы. Плюс 10 к зачарованию. Вы представляете? Обалденный. Обалденный перк. Да, многие не верили. Но он реально работает. Это все проверено. Вы можете посмотреть. Это все в активных талантах. Это невероятно. Да, многие, конечно, кто меня смотрели, скажут сразу. Фу, что это я-то все знаю. Ну, ребята, может кто-то пришел впервые. И для вас это будет нифига себе какой бонус. Так что юзайте. 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 Я не знаю. В топе. В моем топе это лучшая. Лучшая книга на острове. Если у вас есть лучшая книга, то напишите, пожалуйста, какая книга для вас лучшая. Из черных. Конечно же. Ну что ж, у нас еще книга осталась. И последняя книга. Последняя легендарная книга именно для Довакина. Называется она «Острое перо». И вы ее можете получить в локации под названием «Чардак». Вы просто так туда не пройдете. Там, по-моему, квест «Путь знания» это по главной ветке. И вы туда отправляетесь вместе с Нелотом. Только он. Только он может открыть проход. Запомните. Давайте ее более подробно рассмотрим. Острое перо. Вау. В моем топе, наверное, это... Я не знаю. Сразу следующее. На втором месте. Она прям еще прикольно так открывается. Оооо, да. Прям как-то, знаете, по-уникальному. Прям по-уникальному. Господи. Какой он. Как червяк какой-то. И тут у нас три способности. Сила Дракона Рожденного. Пламя Дракона Рожденного. И Мороз Дракона Рожденного. Ну что ж. Сила Дракона Рожденного. Это крик. Безжалостная сила. Наш самый топовый крик. Наносит большой урон. И может дезинтегрировать врагов, ребят. То есть они просто начинают теряться. Давайте-ка мы сейчас на врагах его и поиспользуем. С этим. С этим улучшением. Так, ребят. Ну что ж. Давайте на капитане пиратов. Иди сюда. Воу. Ха. Ну что ж. У нас повышенный урон. Но более эффектно это как-то непонятно. Как-то непонятно. Так что будем смотреть следующие крики. Так, ребят. Я вернулся. Следующее, что мы рассмотрим. Это Пламя Дракона Рожденного. Когда ваш крик Огненное Дыхание убивает рога. С его тела поднимается Огненный Змей. И сражается за вас в течение 60 секунд. Я его использовал в своем прохождении неплохо так. Давайте сейчас я вам все наглядно покажу. Ребята. Ну что ж. Давайте протестируем на капитане пиратов. Вот он. Вот он умер. И появился вот такой вот змей. Он уникальный. Уникальный тем, что, ну, ребят, по сути, это тот же самое ледяное привидение. Только обратите внимание, что голова у него реально от дракона. И плюс он сражается на вашей стороне и в конце взрывается. Что помогает еще в бою. Это реально уникально и необычно. Как по мне, это нифига себе, как здорово. Ладно, давайте посмотрим следующую способность. И последняя способность. Это мороз драконорожденного. Вот так вот. Ваш крик морозного дыхания заковывает врагов в лед. Дополнительный эффект. Давайте тестировать. Наш крик морозное дыхание заковывает врагов на 15 секунд, друзья. На 15 секунд в лед. Ха. Я здесь. Вот так вот. Вау. Вау, вау, вау. Блин. Пока он во льду. Можно его легко подамажить. И таким образом убить. Это тот же самый паралич, друзья. Тот же самый паралич. Более усиленный эффект. Потому что так он, по-моему, не заковывает. Но может быть просто. Или на пару секунд. А так это плюс 15 секунд, друзья. Плюс 15 секунд. Ну что ж. На сегодня это все, друзья. Если вам понравилось, ставьте лайк. Подписывайтесь на мой канал. И комментируйте. Всем огромное спасибо. Но также вы можете порекомендовать это видео друзьям. Ссылка в соц. Сети ниже. Я вам буду очень признателен. Спасибо, бро. Спасибо. Это был канал Мистер Кэт. Меня зовут Сагиров Иван. Скоро новый выпуск. Пока, друзья. Пока и счастья вам. Всего самого лучшего. Даже для тех, кто пишет гадости в комментариях. Пока.